Почему так важно управлять людьми? Любая компания – это люди. Если мы сейчас уберем людей, ну что останутся? Цеха, станки и все остальное. Люди – это не роботы. И мы зачастую мечтаем, помните, как в том замечательном фильме Ури, где у него кнопка? Включить, выключить, включить, выключить. Не работает. Надо понимать человека. И первая моя задача – руководителю посыл. Я работаю только с руководителями, с собственниками компании. Я говорю, слушайте, ваша задача – разобраться, что происходит с вашим человеком. Я фанат управления, я вообще обожаю. Я могу прийти в компанию, поговорить с людьми и понимаю, что нужно сделать, потому что огромный опыт. Да, конечно, я читаю книги, но они лишь помогают мне что-то увидеть, знаешь, какое-то зерно какое-то. Касательно второго направления, для меня, опять же, я люблю людей. Для меня люди – это является моим самым главным ресурсом. Я работаю и живу для людей. Это мои дети, я включаю туда их. Это моя семья, мое окружение. Знаешь, я вообще противник воздействия. Может быть, я слишком гуманист в этом смысле, но когда я вижу какие-то жесткие эксплуатации подчиненных и что-то еще, мне кажется, мы просто уходим в совсем другую сторону. Люди работают эффективно только тогда, когда они понимают, зачем они делают. Представь айсберг. Ты же видишь часть надводную над водой и подводную под водой. То, что мы видим над водой, это наше вот с тобой вот сейчас поведение. Но поведение является следствием, следствием твоих мыслей, образа взгляда, ценностей. Это то, что находится под водой. На что влияет руководитель? Руководитель пытается влиять на поведение. Вот помнишь, как в школе, например, сиди смирно, там еще что-то. Может быть, ему неинтересно, может быть, его беспокоит что-то дома. И так для того, чтобы зайти вовнутрь, есть базовая вещь – наши ценности. Когда руководитель для себя проясняет, особенно предприниматель, а что для него является важным, он должен транслировать эти ценности людям. Люди не слушают то, что ты говоришь. Люди смотрят, как ты ведешь себя. Если ты говоришь одно, ведешь себя по-другому, люди будут абсолютно точно так же вести. Поэтому единственная кнопка, которую можно использовать – это достучаться до ценности человека, разобраться с ним, разговаривать. Каждый руководитель является руководителем персонала. Вообще, руководитель – это что? Это общественная нагрузка или профессия? Что делает музыкант, чтобы быть профессионалом? Тренируется. Тренируется. Что делает медик? Учится сколько лет? Мы не учимся быть руководителями. Наша цель – уметь быть руководителями. Вот вопрос – вызывать себе кабинет. Да, он не должен вызывать. Это должна быть регулярная процедура. Обратная связь – это с сотрудником. Общение, транслирование своих ценностей, создание, проведение стратегических сессий. Вот буквально я в Хабаровске проводил стратегическую сессию для крупной страховой региональной компании «Хоско». Мы выработали 7 базовых ценностей. Я, может быть, не вспомню их все, но, например, любовь, честность, смелость. Когда у людей появляется фундамент, они стараются мерить все относительно этих ценностей. Это первое. То есть уже в эту компанию не попадет человек, который не разделяет их. Второе. Когда они будут что-то спорить, у них появляется фундамент. Ценности необходимы для того, чтобы в процессе неопределенности вырабатывать какие-то общие черты, потому что у тебя есть основания. Ты говоришь, я честен, я люблю свою работу, я люблю компанию, я люблю клиентов. Все. Исходя из этих постулатов, мы принимаем любое решение. Задача руководителя, создавая атмосферу доверия в компании, транслировать то, что важно для всех. Есть очень базовые инструменты, которые позволяют выделить вот эти вот личные, через личные ценности мы идем к корпоративным. Возможно, используем эмоции там. И у нас появляется нечто общее. Удивительная вещь. Приведу тебе пример. Исследование показали. Две группы людей. Одной дали просто лотерейный билет, там, без выигрыша, там, с каким-то небольшим выигрышем. А другим дали чистый, чтобы они написали любую сумму. Потом их попросили продать. За сколько бы вы продали? Как ты думаешь, кто продал дороже? Те, которые сами написали. Любую сумму. Не потому, что они там что-то выиграют. Нет, потому что они приняли в этом участие. Это был их вклад, понимаешь? Когда человек чувствует, когда сотрудник чувствует, что есть конкретный его вклад в работу, когда он принял конкретное обсуждение в жизнь этого коллектива, тогда он вовлечен. Вот это вовлечение, вот оно, собственно говоря, самое главное. Есть ли у руководителя табу? Вот как ты считаешь? Конечно. Руководители бывают разные и становятся ими не всегда люди хорошие. Я бы даже сказал с этической точки зрения. Каждый руководитель воспринимает свою позицию по-разному. Моя еще задача научить собственников так воспитывать своих руководителей, чтобы они понимали, что это гуманная профессия, это одна из самых благородных профессий быть руководителем. Поэтому табу, безусловно, но есть общечеловеческие ценности, ничего другого придумывать не нужно. Существует несколько типов сотрудников. Нужно ли действительно изучать и классифицировать их для себя, для того, чтобы вот с этим я общаюсь вот так, с этим я общаюсь по-другому. Или же нужно все-таки создавать некую корпоративную систему с определенными ценностями, о которых мы уже говорили, и встраивать всех сотрудников, вне зависимости от их принадлежности к какому-то типу, в эту систему, собственно говоря, тогда уже управлять ими. Ты правильно сказал, что есть очень разные психотипы людей, есть ролик в команде, кто-то любит командовать. Мы же говорили, что руководитель – это профессия. Ты должен быть профессионалом, ты должен разбираться в основных тенденциях, понимании, психологическом тестировании. Ты не должен быть психологом, но ты должен разбираться в людях. Это твоя прямая задача. Конечно, нужно использовать сильные стороны каждого сотрудника, чтобы быть вместе с энергией возникало. Начните знакомиться со своими работниками, это никогда не поздно. Возьмите его личное дело, возьмите его резюме, пригласите его поговорить, узнайте, чем он живет, что ему больше нравится. Составьте себе психологический портрет или портрет его личных качеств. Вообще, знаешь, на таких базовых тренингах я говорю, слушайте, в чем ваше предназначение руководителя? И люди теряются, а потом мы начинаем разбираться, что его предназначение – не создавать проблем при выполнении базового процесса корпорации или того подразделения. А потом мы говорим, а что такое процесс? Какие люди там должны быть? Какими личными качествами должны быть? Какими профессиональными? Потом они начинают понимать, о, слушай, а этот человек лучше бы здесь сидел. И так далее, и так далее, и так далее. Знайте своих работников, узнавайте, знакомьтесь, работайте с ними, и читайте, я не знаю, больше литературы на эту тему. И еще один вопрос, который хочу задать – эмоциональное выгорание. Входит время, у каждого оно свое. У кого-то год, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то пять. Тем не менее, человеку несколько поднадоедает эта деятельность. У многих наступает эмоциональное выгорание. Вот такой термин есть. Как ты считаешь, имеет ли место быть вообще, как от него избавляться, либо же его предотвращать? Руководители выгорают от того, что, возможно, они немного застряли в жизни. Они не понимают, что им делать дальше. Это уже глобальный вопрос отношений. Счастлив он, несчастлив, это туда надо копать. И если мы говорим про сотрудников, почему у него выгорает вопрос к руководителю? А насколько руководитель создал для него такую атмосферу, в котором сотрудник чувствует нужным? Давай я по-другому скажу. Вот представь, ты занимаешься какой-то любимой деятельностью в своей компании, на телевидении. И ты постоянно делаешь, делаешь. Но никто не замечает этого. Ты делаешь год, два, три. Ты понимаешь, что ты вкладываешь всю свою душу. Но реально ты не получаешь никакой обратной связи. Ты сгоришь? Естественно. Все. Вот ответ очень простой. Мы, как руководители, несем ответственность за своих подчиненных. Если мы хотим, чтобы они не сгорали, мы должны давать им нашу долю внимания.